Добро пожаловать в обучающий видеокурс, посвященный программе для создания анимации Synfig Studio. В этом уроке мы познакомимся с интерфейсом программы и узнаем про основные принципы работы. Давайте начнем. Мы создавали этот видеокурс одновременно на нескольких языках, и поэтому в процессе объяснений я буду работать с английским интерфейсом программы, но название пунктов меню я буду называть по-русски. Возможно, что в процессе обучения вам будет удобнее тоже включить английский интерфейс. Это сделать очень просто. Из меню правка выберите пункт настройки. Далее переходим на вкладку разные и в списке язык интерфейса выбираем English. После этого необходимо перезапустить программу. Давайте теперь посмотрим на интерфейс. Возможно, кто-то уже работал с программой до вас, и интерфейс у вас выглядит по-другому. Поэтому давайте сбросим его настройки к исходным значениям. Для этого из меню окно выберите пункт «Рабочая область» по умолчанию. Итак, из чего же состоит основное окно программы? В центре находится рабочая область. В его верхней части расположены кнопки команд «Создать новый документ», «Открыть», «Сохранить», «Отменить», «Вернуть» и так далее. Слева находится панель инструментов, на которой соответственно отображены все доступные инструменты. Ниже различные настройки. Цвет контура, цвет заливки, толщина контура и прочее. А справа и снизу окна мы видим различные вспомогательные панели. Описывать все я их не буду. Рассмотрим три самые важные из них. Это параметры инструмента, слои и параметры слоя. Чтобы понять, как они работают, давайте создадим круг. Для этого выберем инструмент «Окружность». Обратите внимание, что на вкладке «Параметры инструмента» появился список настроек. Убедимся, что у нас включена кнопка «Создать слой окружности», а все остальные кнопки в этом ряду должны быть выключены. Далее, на рабочей области зажмите левую кнопку и, не отпуская ее, двигайте мышь в сторону. А когда окружность растянется до нужного размера, вот так, отпустите левую кнопку мыши. В результате у вас должен получиться вот такой круг. Обратите внимание, что как только мы создали окружность, у нас сразу появился соответствующий слой на панели слоев. Именно так, в Synfig Studio каждый объект является отдельным слоем. Давайте теперь выберем другой цвет и создадим еще одну окружность. Она также появилась на панели слоев. Давайте теперь переключимся на инструмент трансформации. Мы можем выбирать объекты как через панель слоев, так и на рабочей области. Когда объект выделен, у него появляются контрольные точки, с помощью которых вы можете изменять его параметры. Но на самом деле у объектов обычно гораздо больше параметров. Для выделенного объекта вы можете редактировать их вот на этой вкладке. Тут у нас есть прозрачность, цвет, растушевка и так далее. Чтобы отредактировать параметр, нужно дважды щелкнуть на его значение. Давайте сделаем изменение и нажмем Enter. На панели слоев мы можем поменять наши слои местами. Можем также продублировать слои, удалить, копировать в буфер обмена и так далее. Давайте, например, сделаем копию вот этой окружности. Нажимаем сюда и вот так.